Всем привет! В FIFA 21 грядет время зимних апгрейдов, и мы решили окунуться в старенькие части серии и вспомнить карточки, которые сильнее всего вырастали в промежутке между двумя выпусками игры. И за какие заслуги на реальных футбольных полях давалась такая серьезная прокачка? А ты напиши в комментариях, какие футболисты больше всего заслужили зимнего апгрейда в FIFA 21. Мануэля Канжи между FIFA 17 и FIFA 18 вырос сразу на 19 пунктов общего рейтинга. В свой первый полноценный сезон за Базель швейцарец получил рейтинг 53. В реальности он провел 15 матчей и забил 4 гола. И уже в следующей части он появился с рейтингом 72. Зимой того года защитник перебрался из Базеля в Дортмунд. Дели Али получил в FIFA 16 рейтинг 67, а уже через сезон на его карточке красовалась цифра 82, которая ознаменовала его апгрейд на 15 пунктов. Этому способствовал молниеносный прогресс и адаптация полузащитника в Тоттенхэме. Али в свой дебютный сезон в АПЛ провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 10 ассистов. В FIFA 16 вратарь Ницце Клаудио Кардиналь стартовал с рейтинга 58. В клубе он был лишь третьим вратарем. Но судьба подарила ему шанс ворваться в основу клуба из-за травм партнеров. И Кардиналь здорово себя зарекомендовал в Лиге 1, отыграв 9 матчей на 0. Следующую часть FIFA он начал с апгрейдом в плюс 17 за сезон. В FIFA 16 Андреас Кристенсен перешел в двухлетнюю аренду в Боруссию Менхен-Гладбах из Челси. И на его карточке красовался рейтинг 63. В следующей части игры защитник вырос на 15 пунктов. Этому способствовал сезон, проведенный в основе Гладбаха. Датчанин наиграл 31 матч и забил 3 гола. В год выхода FIFA 16 Махмуд Дауд готовился начать свой первый полноценный сезон в составе Гладбахской Боруссии. В FIFA ему выдали рейтинг 60. И в том сезоне парень провел в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов. На старте новой части его рейтинг увеличился на 19 пунктов. Одним из самых уникальных персонажей в FIFA 15 стал Дока Мадурейра из Истанбула. Парень в FIFA 15 имел рейтинг 48 и болгарское гражданство. А уже в следующей части его апнули на 27 и сделали бразильцем. Доке принадлежит самый большой зимний апгрейд в истории в плюс 24. Что способствовало такому эпичному прогрессу? В принципе ничего особенного. Дока забил 6 голов в 29 матчах чемпионата Турции. Бартоломей Дронговский в FIFA 15 появился с рейтингом всего лишь в 50. Но уже через сезон он стал обладателем серебряной карточки с рейтингом 71. Это случилось благодаря прорыву в основу Ягелонии и 11 сухим матчам в чемпионате Польши. Еще через сезон талантливого кипера купит Фиорентино. Роберто Гальердини в FIFA 17 начинал с рейтинга 61. Воспитаннику Аталанты хватило полугодия в основе родного клуба, чтобы обратить на себя внимание Интера, который выложил за парня около 27 миллионов евро. И уже в FIFA 18 его карточка выросла на 17 пунктов. В FIFA 17 совсем молодой Кай Хаверс начинал сезон с рейтингом 57. Он молниеносно ворвался в основу Ливеркузена, отыграл 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов. И в FIFA 18 его рейтинг вырос на 16 пунктов. Нераскрывшийся вундеркинд из Челси Чарли Мусонда стартовал в FIFA 16 с рейтинга 60. Затем в реальности он отправился в аренду в Бетис, где ему удалось неплохо себя проявить. И после 16 матчей в Ла Лиге новый сезон он начал с золотой карточкой рейтингом 77. В FIFA 16 Микелю Эрсабаль был переведен в первую команду Реалоса Сьедада, и на его карточке красовался рейтинг 56. Всего одного сезона в реальности хватило испанцу, чтобы вырасти до золота и получить апгрейд на 21 пункт. В FIFA 18 Аарон Ван Бисака стартовал в статусе ноунейма с рейтингом 55, но он так стремительно ворвался в основу Crystal Palace, что уже через год вырос на 15 пунктов в FIFA. А еще через сезон за него бешеные деньги выложил MU. А на сегодня все. Жми на лайк, если тебе зашел этот ролик. Подписывайся на Кибербол и будь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!